Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на нашей конференции и рады видеть ваши лица. Я буду говорить сегодня об уроках чтения и предлагаю такой план работы нашего семинара. Первое. Значение уроков чтения, вида работ с учащимися по чтению в начальной школе с целью привития интереса к изучению русского языка в условиях двуязычия, рекомендации к проведению уроков чтения, рекомендации к проведению творческих работ, практика проведения урока, внеклассная работа и в конце обмен опытом. Ну, время у нас пошло, я не знаю. Если обед точно в час, я не думаю, что я смогу уложиться в это время. Ну, будем работать. Итак, о значении чтения можно сказать словами стихотворения. Чтение. Очень хороший урок. Много полезного в каждой из строк. Будь это стих или рассказ, мы учим их, они учат нас. Уроки чтения, как вы знаете, имеют огромнейшее значение, познавательное и воспитательное значение. Чтение – это то, чему мы обучаем детей в начальной школе. Как известно, без чтения дети не могут выучить ни один урок, не могут учить другие предметы, они не могут прочитать Библию, они не могут… в общем, чтение сопровождает человеку всю жизнь. И наша задача – это научить детей читать, привить любовь и интерес к чтению. Мы все знаем, что это очень сложная проблема в этой стране в условиях двуязычия, где английский язык постепенно становится языком общения, молодые семьи, детки рождаются, русский язык вытесняется, дети почти не слышат его. Они в основном общаются на английском языке. Но, тем не менее, родители хотят, чтобы их дети знали русский язык. Сегодня мы слышали прекрасное выступление брата Романа, и многое мы можем взять для себя из его слов. Было отмечено, что дети наши в возрасте до 10 лет, они уже получают 90% всей информации. Вот что деткам мы заложим, мы, учителя, родители в младшем возрасте, это их будет как бы сопровождать в дальнейшей жизни. Поэтому еще наши русские педагоги Иушинский и Макаренко и американский психолог Блюм, они отмечали, что в этот период дети особенно талантливые, особенно они такие гениальные просто хотят многое знать, но надо им дать правильное направление. Мы не должны упустить столь важный период. И вот, когда мы начинаем учить детей чтению, часто бывает так, что родители, может и мы сами, как бы вторгаемся в этот процесс, и нарушаем своими такими замечаниями. Часто нам хочется, чтобы детки читали правильно, чтобы все было так, как мы хочем. И мы говорим, опять неправильно прочитал, не глотай слова, еще раз повтори. И вы знаете, детки теряют интерес. И если вот такое замечание резкое, представьте, если бы нам давали такие замечания, нам неприятно. деткам, тем более. Это такое учение с упреками, оно не дает никакой пользы. Чтение с упреками, они могут, может отбить, ну, вообще интерес дальнейший к учебе. А если мы еще и запугаем детей, смотри, если еще раз так прочитаешь, будет двойка. Напугаем плохой оценкой, ребенок будет бояться. Вы должны с любовью заинтересовать детей. В прошлом году у меня был первый класс. Вы знаете, я учитель русского языка и литературы по образованию всю жизнь я преподавала в старших классах. Но так получились обстоятельства, что первый раз в своей жизни у меня был первый класс. Конечно же, я волновалась. Но вы знаете, я советовалась и с директором школы, и с учителями. И вот что самое главное, мне надо было опуститься как бы с высоты на их уровень. Вот это самое главное, понять ребенка, говорить их речью, думать, как они. Вот придет к тебе девочка, она похвастается красивыми туфельками или платьицами. Вы должны повосхищаться этим, вы знаете, это располагает детей, очень располагает. И дети имеют доверие. Надо помнить то, что вот это резкое слово, сказанное ребенку, оно вызывает отрицательные эмоции. А отрицательные эмоции, они затормаживание вызывают в процессе учения. И ребенок уже не уверен в своих силах. Он боится учителя, он просто, ему трудно и пропадать всякий интерес. Он не верит в свои силы, ему не интересно, он не хочет учиться часто, не хочет идти в школу. Ну что же такое чтение? Это, конечно, чтение целыми словами, без деления на слогов, с лифмом и с соблюдением определенной интонации. Вы знаете, когда я пришла в первый класс, когда я начала говорить деткам о том, что мы будем учиться читать, когда я им сказала такие слова, что детки, вы научите, вы учите буквы, будем слаживать их в слоги, слоги в слова, потом будем читать предложения. Представляете, вы научитесь читать книги, вы сможете прочитать свою любимую книжку, вы сможете прочитать Библию, ведь вы будущие мальчики-проповедники, пастыря, а девочки учителя воскресных школ. Вам будет это очень приятно. И когда вы научитесь читать, люди увидят вокруг и скажут, ну ты посмотри, такой маленький, а уже по-русски читает. Они будут с вами восхищаться. Детки смеются, они уже ждут, когда они научатся читать. Это пробуждает интерес к чтению. Ну, наконец, с первого класса, вот так как мы с учителями, вот здесь Татьяна Анатольевна, наши учителя определяли сначала, когда школа организовывалась, мы давали высший уровень, больше слов в чтении в минуту. Сейчас мы так немножко понизили, 15-20 слов в минуту. Но есть дети, которые, наконец, с первого класса уже читают намного больше слов. Ну, такой совет, когда вы изучаете буквы, никогда не старайтесь идти вперед, 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 если не уверены, что ребенок запомнил букву, запомнил звук. Никогда не учите, например, как по алфавиту, буква Б, В, Г. Нет, надо говорить как звук. Буква Б, В, Г. Это будет помогать хорошо, правильно читать. Что же, какие же цели я ставлю перед собой в процессе обучения детей чтению? Я ставлю две важнейшие цели, главные цели. Это как бы перспективы. Две перспективы. Это ближнее, ближнее и дальнее. Что же такое ближнее? Я и так понимаю, что ближняя перспектива. Это так. Научить ребенка читать. Научить мыслить. Научить анализировать, сравнивать. И выделять главное. Вторая цель. Это научить уже краткому пересказу. Научить озаглавливать тексты. Составлять план согласно прочитанному тексту. Описывать явления природы. Описывать предметы. А также излагать свои мысли по составленному плану. Вот изрезано, что дети наши в начальной школе, особенно первый, второй класс, они мыслят образами, красками и звуками. Исходя из этого, я стараюсь больше в своей работе пользоваться различными иллюстрациями. Я думаю, что это делаете вы также. Может, еще больше вы имеете опыт. Иллюстрации. Яркие иллюстрации, которые детки очень хорошо воспринимают. У них они вызывают воображение, способность мыслить, рассказывать. Они это очень любят. И, конечно, различные игры. Физкульт-минутки, разминки. Вот сегодня мы были свидетелями этого. Вот мы сидели, слушали, слушали. Мы взрослые люди. Но уже тоже как-то нам тяжело. И вдруг вот эта сестричка молодая вышла. И с этой песенкой... Я не знаю, как кто-то воспринимает. Но я знаю, что детки в первом, нулевом, первый, второй, третий, да и старшие детки, они любят, чтобы сделать разминку на уроке. Ну, это простые, например, веет, ветер нам, лицо, и все это, знаете, закачалось деревцо и так дальше. Другие. Даже вот такие русские, простые, как бы, игры. Гуси-гуси, га-га-га. И даже вот каравай. Вот такие песенки. Они делают, как бы, детки подвижные. Они, вы знаете, они, эти игры, разминки, они способствуют такому какому-то удовлетворению, отдыху. Детки отдыхают, они с новыми силами становятся, садятся за работу и работают. Лучше, лучше работать с интересом. Еще сюда относятся, хорошо, если вы пользуетесь магнитной азбукой. Но я ей не пользовалась, у меня ее не было. Мне советовали, но я купила в американском магазине вот такой планшет, и там с такими карманчиками. Мой сын сделал мне очень красивые буквы, сделали такую разрезную азбуку, я пользовалась этим. Дети очень любили. И еще мы проводили вот перемена, и я не знаю, это само собой как-то получилось. Детки гуляют, я говорю, а ну-ка, напиши на доске вот такое слово, напиши вот эту букву, напиши. Дети это полюбили. Фломастерами разноцветными они пишут, и получилось само собой как бы такое, подари мне букву, подари мне слово. Говорю, вот Джейкоб, какое ты мне слово сегодня подаришь? И он выходит и начинает писать. И они берут даже в рамочки эти слова, подписывают свое имя. И это я вижу, что дети, они даже на перемене заняты, имеют к этому интерес. И я считаю, что это очень хороший такой опыт. Ну, групповые работы. Если в классе можно делить деток на несколько групп, в каждой группе вот ты найди такие-то слова, почеркни. Вот ты озаглавь этот отрывок честа, ты расскажи разные такие моменты и задания. Конкурсное чтение. Кто красивый, с интонацией, или быстрее прочитает чекст или стихотворение, или предложение. Также взаимовопрос. То есть, когда ученик отвечает, детки готовят ему вопросы. Даже за вопросы дети получают оценки, если они оригинальные, интересные. Очень часто получаются интересные вопросы. Уже в 3-4-5 классах чаще практиковать групповые работы уже с усложненными вариантами. И также взаимовопрос. И также я практикую здесь такую игру, как подмени учителя. Дети очень хотят быть учителями. Они перемают наши повадки, как мы ведем урок. И это, вы знаете, помогает еще и в дисциплине. Дисциплинирует детей. Потому что я считаю, что дисциплина, и дисциплина с любовью, это очень важно и в классе. Порядок – это важнейшее условие. Если есть порядок, дети не шумят, они слушают, они работают. И дети, они сразу только начинаются перемены, говорят, можно я буду сегодня следить, а можно я буду вашей помощницей, а я буду наводить порядок. Был такой мальчик у меня, но, к сожалению, они выехали в другой штат. В первом классе, мы там, ну, что-то писали, он встает, встает, выходит на класс и вот так ходит, марширует. Я так смотрю, говорю, детки, у нас какой-то солдат появился в классе. Она говорит, да, Ольга Лукашина, пусть они учатся, а я буду наблюдать, как они себя ведут. Вот, дети, я так перевела на тени, в смысле, да, дети, надо, надо учиться. Вот Тима будет наблюдать, он хороший мальчик, он никогда не нарушает дисциплины, вот таким надо быть. И потом говорю, Тимочка, садись, и ты тоже работай. Вот такие моменты, знаете, бывают, которые возникают, и ты иногда не знаешь, как повести себя, возможно, но все-таки Бог дает мудрость, и действительно смотришь на эту вещь, как глазами ребенка, и это очень располагает к себе детей. Что еще? Чтение в лицах. Я думаю, это вы практикуете. Это очень нравится детям, чтение в лицах. Они сразу, я хочу быть тем, а я хочу тем, а я хочу читать за автора. И вот сразу, ну он плохо, я хочу, может, я лучше прочитаю. Тут же соблюдается интонация, дети очень любят это. Итак, еще конкурсное чтение. Ну, кто лучше прочитает, это известно, вы тоже, делаете. Итак, элементы литературы у меня начинается уже с шестого или седьмого урока в первом классе букварного периода. Вот дается понятие уже о предложении. Страничка одиннадцать, двенадцать. Я не буду сильно распространяться, потому что я вижу, время поджимает. Вот смотрите, уа, ау, ам, ам. Посмотрите, это настоящее предложение. Что такое предложение, скажите? Это законченная мысль. И в конце стоят знаки припинания. Ам, вот собачка. Все понятно. Это редкие предложения. Оно состоит из одного слова. А ну давайте мы изучаем вот на семнадцатой страничке мама, оса, оса, мама. Детки, а ну-ка сравните. Вот там было такое предложение. А здесь сколько слов? Ага, предложение может состоять из одного слова, из двух. Дети, есть большие предложения. Мы это будем читать попозже, будем учиться. Сравниваем. Дети любят это сравнивая. И повторять. Главные условия предложения это законченная мысль. А вот страничка пятнадцать. Здесь читаем слитно. Вот где. Картинка. Мама в лесу. Мама и мальчик написано. Мама. Ау. Ау. Мама. Детки рассуждают. Что это такое? Где мама? Где это происходит? А, в лесу. А как вы знаете, что в лесу? Потому что грибочки они собирают, деревья. Что случилось? Мальчик заблудился. Детки, а как вы можете назвать еще это? Ну, можем мы дать название к этому рисунку? А ну подумайте, как бы вы назвали этот рисунок? Дети говорят в лесу. Или мальчик заблудился. Или другое, другое, другие варианты. А ну посмотрите, какое выражение мальчика? Что лицо, на его лицо, что выражают? И скук. Мама. А мама вот спряталась за деревом. В общем, рассуждаем, развиваем, развиваем речь. И дети очень это любят. Они с охотой это выполняют. Вот, например, уже посложнее. Я выбрала текст на страничке 57. И в лесу. Здесь мы читаем это. Ну, конечно, сначала читает учитель. Это понятно. Ставится задание. Детки, я буду читать этот текст. А вы внимательно слушайте. О чем рассказывается? Кто главный герой? И учитель читает. Потом смотрим, внизу есть вопросы. Как звали? Ба, бабушкиного кота и так дальше, и так дальше. Детки отвечают. А ну, найдите в книжечке, прочитайте в тексте, как это в тексте написано. Они отвечают. Потом я бы рекомендовала, я думаю, вы это делаете, чтобы ставить вопросы, которые нет в учебнике. Это очень ценно. Ценятся особенно эти вопросы. Детки их сами придумают. Детки, а какие еще можно вопросы к этому тексту поставить? И вот они думают, думают. А можно, а вот кто ходил за грибами? А один мальчик говорит, а видят ли котики грибы? Это оригинальный вопрос. Это за этот вопрос мальчик получил пятерку. Вот как можно еще иначе заглавить текст? И вот детки думают. Можно сказать, там, заботливая бабушка или вкусный ужин. Это очень, очень, очень помогает развитию речи детей. Что еще помогает развитию речи детей? Это особенно обязательно учить стихи на каждую букву. Вы так делаете, правда? На каждую букву. Я старалась подбирать стихи на библейскую тему. Первый стих при изучении буквы А. Я думала, думала, искала. Но есть у нас, учителям мне давали стихи, азбука христианская. Но им трудно еще. Песня, песня. Ангелы в небе Господа славят. И вот дети с удовольствием, они уже некоторые даже знали. И еще у нас такая традиция, это учителям мне подсказали. Когда мы изучили букву А, и вот тогда мы изучаем какие слова на букву А, там они говорят табрикос, ананас, арбуз и так далее. Там есть букваря.